В жаркий летний день очень хочется выглядеть свежо, креативно и ярко. Наш визажист Ксения Онищенко покажет нам, как из весенней красавицы превратиться в экзотическую летнюю красавицу. Здравствуйте. У меня уже есть легкая заготовка на нашей модели Александре Резник. Образ мы придумали такой сочный и спелый, с яркими оттенками. Это очень летние цвета. Вот мне чисто если разбивать на ассоциации, напоминает это закат. Как романтично. Ну вот честно, да, у меня какая-то с ним своя, наверное, на ассоциации. Я смотрю, очень хорошо выделяет оттенок зеленых глаз. Вот такое сочетание персика и лилового цвета. Сейчас вы подводите глаза, как я вижу, да? Да, я добиваю цвет на то, что уже я имею. Взяла оттенки более насыщенными, яркими. Я абсолютно не боюсь. Да, достаточно мощный пигмент. Напоминаю вам, что при работе с тенями, либо пигментами, с ипучими текстурами, сбрасывайте до конца косметику с кисточки. Чтобы вы более чистый образ и не осыпались. И не осыпались тени. Видите, я достаточно много захватываю на кисть, при этом у меня область глаз абсолютно чистая. Ну, это такой достаточно сложный макияж, как я вижу, потому что присутствует несколько цветов. Здесь пока присутствует три цвета. Если посмотреть внизу, там есть еще один цвет, но это не значит, что макияж сложный сам по себе, по текстуре. Здесь главное смешивать оттенки, чтобы был плавный переход из одного в другой. Сколько вы будете использовать цветов, абсолютно не важно. У Александры очень интересный разрез глаз. У нее прям идет такая плавная линия. Сейчас я вижу, рисунок напоминает как будто бабочка. Такая вот с крылышками. То есть очень такой живой рисунок на веках. И выглядит очень красиво даже при закрытых. Веках. Да, спасибо, Татьяна. Здесь можно абсолютно разные штрихи добавлять. На самом деле можем не бояться и махнуть еще, например, бирюзовый. Бирюзовый? У нас будет очень интересно сочетаться с этим платьем. Можем смотреть, да, здесь есть персик, здесь есть фиолетовый, белый и бирюзовый, какой угодно. То есть мы можем даже повторить оттенок платья, да? Да. Ой, а где мы найдем место для еще одного оттенка? Ну давайте попробуем сюда. Посмотрим, что получится. То есть у вас изначально есть какой-то шаблон, но вы по ходу макияжа придумываете что-то свое, да? Знаете, шаблона никогда нет, надо давать место для творчества. Это касается всех женщин. Не надо забивать себя в какие-то рамки. Ну а как это сделать гармонично, чтобы это не выглядело театрально, чересчур как-то вот агрессивно? Ну вот здесь в этом макияже, хочешь не хочешь, а театр у нас получается. Потому что достаточно много оттенков, все оттенки очень яркие, спелые, сочные. То есть если вы выбрали такой образ, то опять же, повторюсь, бояться не надо. Если вы хотите что-то более гармоничное, выбирайте цвета по спектру. Художники меня поймут. Это есть цветовой круг. Вы можете брать родственные оттенки, которые плавно переходят друг к другу. Например, желтый, оранжевый, красный. Либо желтый, зеленый, синий. То есть они будут более плавно друг к другу переходить, не контрастировать. И при этом будут выглядеть достаточно сочно. Я, конечно, здесь играю больше на краску. Но вы знаете, я думаю, что большинство девушек, не видя вашу работу, если бы им сказали, что будут использовать в макияже глаз такие оттенки, как ярко-белово-фиолетовый, персиковый, бирюзовый, они бы испугались немножко, они бы не представили себе, как это выглядит. И в повседневной жизни, даже летом, будучи на курорте или на море, они бы, наверное, не рискнули. Но мне кажется, вот увидев, как это делаете вы, я думаю, они бы попытались что-то сделать. Я тоже надеюсь, что попытались. Надо просто не бояться действовать, экспериментировать. Все обязательно будет получаться.